открытый диалог с александром непомнящим наш эфир продолжает встреча с александром непомнящим здравствуйте александр добрый здравствуйте ну что начнем наверное уроков израиля который с уроков который израиль мог может извлечь из событий в украине до сергей потом уже после первых первых ночных комментариев возможно претерпели сейчас мы уже может о каких-то эти выводы на при мой взгляд касаются израиля и об этом я хотел бы сегодня поговорить достаточно подробно я бы хотел начать с некоторого такого как бы общего взгляда на ситуацию сейчас очень многие стремятся натянуть черно-белую модель на очень сложную ситуацию и одни говорят раз байден против агрессии путина значит он хорош и другие наоборот раз байден злодей значит путин молодец но действительность как мы понимаем и мы об этом говорили уже в первых передачах она куда сложнее и у нас есть на самом деле очень понятный пример из достаточно недавней по историческим меркам истории когда мы говорим о стали не гитлеры безусловно для евреев этот выбор между сталином и гитлером он был очень однозначно потому что гитлер преследовал и уничтожал евреев систематически очень последовательно ну а сталин занялся как бы конкретным избиением евреев судя по всему не не раньше начала 50 и поэтому войне в противостоянии между гитлером и стали нам понятно на какой стране были евреи но если мы возьмем например поляков то там для них выбор был куда менее очевидно то есть и и гитлер и сталин представляли для поляков злейшего врага фактически тех кто уничтожил и государственность и поэтому они воевали и стою с другой стороной точно так же сейчас мы должны понять что то что путин злодей а вторжение на украину в украину преступления не делают байдена ангелом и вместе с этим то что байден откровенный враг израиля и наносит колоссальный вред сша своим правлением своей администрации не превращает путина в защитника всего хорошего и это к сожалению то что мы слышим от в том числе от республиканских сенаторов и генгрессменов и это очень плохо потому что безусловно это будут раздувать враги республиканцев ставить им вину и мы это встречаем среди немалого количества правых носителей права идеологии активных в том числе которые настолько как бы заколдованы неприязнь байдена что само по себе в общем очень понятно что в этом как бы не в этой неприязни байдена как говорит пословица выплескивают младенца вместе с с водой и начинают считать путина хороший но мы с вами понимаем что ситуация сложная и в этом противостоянии байдена и путина не очень понятно даже на какой мере противостояния есть ли она там вообще будет поговорим чуть подробнее мы как поляки мы понимаем что и с одной стороны чудовище кровавый другой стороны человек который наносит колоссальный вред западному обществу западной ценности так вот если бы нынешние лидеры израиля извлекли уроки из динамики поведения запада по отношению в украине я думаю они бы избрали курс противоположный тому который они проводят сейчас как в отношении украины и россии так и в отношении запада за месяц и недели напомню предшествовавшие вторжению россии в украину который случился 24 февраля западные державы ясно дали понять что они в общем готовы смириться с исчезновением украины понимаете все это хорошо помним это будет так давно как независимого государства не готовы были признать это принять президент сша джо байден фактически открыто по сути приглашал президента россии путина к вторжению в конце января сказал что ну незначительное вторжение мы все помним это это выражение поставить нато заставить вы застанет нато враспол а канцлер германии шольц как его предшественница меркель они фактически были неофициальными лоббистами кремля в европе но когда российские войска начали свое вторжение все планы запада немножечко покричать а затем отвести взгляд и смириться они пошли наперекосяк и причина тому в общем то причин тому две украинцы не захотели играть отведенную роль жертвенного пасхального агнца а вместо этого сплотились вокруг своего флага и своего президента зеленский и со своей стороны зеленский буквально я бы сказал очаровал что ли изголодавшийся по героям запад именно общество западное его реплика когда администрация байдена предложила ему бежать эвакуировать его из украины что в общем то видимо было частью плана байдена и путина на второй день войны уже зеленским ответил мне не нужен побед мне нужны боеприпас и эта фраза она напомнила американцам о том времени когда на них их еще не травили за трансфобию или системный расизм в кавычках время когда патриотизм в америке был разрешен и более того он был даже в части и как только американцы другие жители запада ощутили этот запах украинского национализма вашингтон брюссель берлин париж и лондон оказались в ситуации когда повернуться спиной киеву стало политически невозможно мы об этом кстати говорили еще две недели назад поэтому скорее всего не собиравшиеся делать этого изначально патин европейские коллеги были вынуждены объявить о ряде беспрецедентных финансовых экономических санкций в отношении россии и о массовых поставках оружия и гуманитарной помощи украины и тут нам давение можно было бы задаться даже вопросом ну что напоминание россии о том что мировые проблемы не сводятся исключительно к тому сколько углерода сжигает человек среднем за день может быть она действительно сместила фокус внимание западных или но нет этого не произошло правящие классы при селе в вашингтоне они совершенно ясно дали понять что война на украине в украине не собьет их с выбранного курса потому что в то время как польша предоставила убежище уже почти двум третям из трех миллионов украинцев покинувших свои дома а венгрия приняла 10 процентов из них парламент ес на прошлой неделе принял экономические санкции против обеих этих стран против польши и венгрии я повторю снова польша приняла 2 миллиона беженцев венгрия приняла порядка трехсот тысяч но евросоюз принял экономические санкции против польши и венгрии чем же состояло их преступление спросите вы все дело в том что национально ориентированные правительства в варшаве и будапеште отказываются следовать линии брюсселя в отношении мусульманской иммиграции то есть они говорят украинские беженцы там конечно примем это наши соседи а мусульманскую миграцию из сирии из африки из афганистана не хотим вот убейте не хотим и конечно другая страшная вина и делать они противятся идеологической эндоктринации по поводу как это называется лгтпк лгбтк уже путаюсь но короче говоря идеологической эндоктринации контексте сексуальных меньшинств что же касается администрации байдена да с одной стороны борьба за украине за национальное выживание перед лицом российской агрессии она была им признана то есть он включился подключился вслед за западными коллегами тоже подключился к этому даже назвал по путина несколько раз уже плохими словами но с другой стороны надо помнить что умиротворение ирана осталось главным приоритетом администрации байдена а без россии байдену удовлетворить иран не удастся таким образом чтобы держать россию на стороне усилий своей администрации по заключению сделки с ираном байден вывел прибыльный бизнес россии с ираном из-под санкций россия может рассчитывать на получение 10 миллиардов долларов на разработку иранских ядерных установок и еще на миллиарды за счет продажи оружия то есть когда будет подписана сделка иран с ирана будут сняты санкции то он сможет торговать россии которая как бы находится под санкциями даже еще более строгими но это отношение ирана и россии не будут не будут ограничиваться никакими санкциями последствия этого решения для украины предельные сны сша фактически готовы позволить им сражаться с русскими но не станут помогать украинцам победить россии поскольку байден куда больше заинтересован в усилении ирана чем выживание украины собственно изначально я думаю так и было раз он согласился явно или не явно сдать украину россии чтобы россия помогла подписать соглашение с ираном но как мы уже сказали все пошло немножко не так сделка которой байден заключается ираном сама по себе является буквально ошеломляющим свидетельством крайнего радикализма команды байдена и ее полного отказа позволить реальности влиять на избранный курс понимаете то есть избран некий политический курс и никакие факты никакая реальность не заставит их с этого курса сайте настоящий радикал эта сделка предоставит ирану 90 миллиардов долларов за счет снятия санкций эта астрономическая сумма она гарантирует массовые денежные вливания в казну вот этой вот иранской доморощенной террористической структуры растянувшие свои смертоносные щупальцы по всему миру в казну корпуса стражи исламской революции который как сообщается байден даже намерен исключить из списка иностранных террористических организаций будут департаменты мы об этом еще поговорим чуть позже ну и конечно же в бюджет иранских террористических армий в ливане в йемене в ираке сирии сектор газы все это тоже пойдут эти деньги миллиарды но не на улучшение же жизни иранцы почему не пойду откуда мы это знаем потому что обама уже делал это он уже снимал санкции уже миллиарды десятки миллиардов текли в иран и если вначале иранские жители думают что это как-то скажется на их уровне жизни то не горько разочарованы потому что эти деньги не пошли на улучшение жизни но собственно как и в россии при такой стоимости нефти как сейчас путин мог по меньшей мере сделать жизнь стариков россии более чуть менее страшные чуть менее нищенской но он предпочел начать это свое кровавое приключение украины и вот у ирана появятся средства для расширения своих ракет и беспилотных возможностей например а благодаря исключительно слабым ограничением накладываем на его ядерные операции вот этой самой сделкой которая должна быть подписаны иран станет пороговым ядерным государством судя по всему не позже двадцать пятого года и через три года и вот с одной стороны прогрессистская повестка запада значительно ограничивает поддержку которую он готов указать указать украину но правящие классы на западе они вынуждены как-то успокоить свою публику которая восхищена откровенно восхищена стойкости украины и это публика требует от своих лидеров своих политиков от своих элит оказать существенную если не решающую военную гуманитарную политическую помощь киеву и учитывая готовность украины воевать с россией даже этот минимальной поддержки которую запад сейчас готов оказывать украине ее может оказаться достаточно чтобы позволить украине противостоять нападению россии достаточно долго и в итоге сохранить свою независимость то есть трудно сейчас сказать чем все закончится не исключено что украина потеряет какие-то области но уже сейчас понятно что главный план путина сожрав часть областей сменить правительство на своих марионетах не пройдет не получится не удастся сменить зеленского и соответственно не удастся превратить украину ту которую не успеет просто аннексировать и оккупировать и аннексировать в вассальное государство которым решение будет приниматься в кремле сегодня широко распространена оценка о том что украинцы смогут продолжать боевые действия несмотря на явное военное превосходство россии в том числе в воздухе еще месяц или даже больше 6 недель и учитывая высокие потери на которые украинцы вынуждают русских и предполагая что русские начнут ощущать жесткое влияние экономических финансовых санкций уже в течение двух-трех недель не исключено что к середине апреля украинцы будут состоянии договориться с россией об условиях прекращения огня которые оставят украину независимой и более или менее не поврежден и в этой крайне поучительной истории истории сопротивления украинского народа и поведение владимира зеленского заключается важнейшая мораль и модель на израиль украинцы по-прежнему могут надеяться на свободное независимое будущее только потому что их лидеры отказались склониться как перед россией так и перед западом то есть они воюют с россией но когда запад предложил зеленскому бежать то есть фактически ты беги и мы тебя спасем но украину ты потерял и украина свою независимость потеряет и он отказался он не захотел играть по правилам которые для него написали байден и компании в отличие от зеленского который без колебаний обрушился на лидеров сша и германии за то что те сидят на заборе не желая серьезно помочь украине то есть отдельный вопрос прав он или неправга должны ли америка и германия помогать украине больше чем они помогают это отдельная история с его точки зрения с его позиции он совершенно верно и совершенно правильно через головы лидеров сша и германии обращаются к обществу и просит помочь именно так и должен вести себя лидер украины во время войны а как еще так вот в отличие от зеленского правительство беннета лапита ганса подчинила всю израильскую политику повестки дня навязанной администрации байдена то есть они действуют так как день должен был действовать зеленский если бы он действовал по плану байдена сбежать и сдать украину на растерзание россии если вы премьер-министр израиля на столе беннет ставил бы интересы своей страны на первое место как это делает владимир зеленцы ну или правильно называть участь по владимир а я не знаю точно беннет бы не попытался стать посредником между зеленским и путиным вместо этого он удовлетворился бы простым но четким заявлением израиль поддерживать суверенную независимость и территориальную целостность украины и призывают россии прекратить наступательные операции израиль не был обязан и не должен был выходить за рамки подобного заявления и причина этого очевидны нынешняя война в европе это не то война в которой завязан израиль это не война израиль а у каждого слова есть свои последствия израиль не может стать посредником в этом конфликте просто потому что у него нет достаточных рычагов воздействия ни на одну из сторон чтобы убедить их пойти на компромисс друг другом понимаете что касается значения слов их последствий то для достижения успеха посредник должен восприниматься обеими сторонами как человек признающий основной легитимность их позиции но для израиля крайне опасно соглашаться с мнением россии о том что украина не имеет права на существование как независимое отдельное национальное государство потому что когда начнется следующий раунд посредничестве между израилем и палестинскими арабами как израиль сможет требовать того что потенциальный посредник сразу же отверг бы позицию палестинских арабов которые отказывают еврейскому государству самом праве существования у нас ведь та же самая ситуация у нас тоже есть мы как украина против палестинских арабов и ислама мировых исламских радикалов того же ирана и всех его друзей которые отказываются признать наше право на существование мы сами в этой самой такой же точной ситуации и это в свою очередь подводит нас ко второму уроку который нынешним лидером израиля следовало бы осознать на фоне российского вторжения украины израиль должен был бы направить все свои усилия на скорейшее содействие массовой али и украинских евреев а что происходит на деле она теле я вам скажу происходит фантастическая вещь фантастическая от которой волосы встают дыбом многие об этом даже не знают сейчас 10 тысяч украинских евреев ожидают репатриации но вместо скорейшей обработки их заявлений министерство иностранных дел назначает им встречи где знаете где в консульствах и посольствах в варшавы будапешта и бухареста и даты там выбраны на через три и шесть месяцев очередь большая то есть украинский еврей который хочет сейчас репатриироваться в израиль и подает заявление ему говорят через шесть месяцев давайте консула встретить в варшаве а очень хорошо чем бежал без всего с одним чемоданом может быть живет где-то на птичьих правах как беженец прожить как-то право ландитесь шесть месяцев а потом в польшу приезжайте в варшаву и там с вами консул поговорить и в это же самое время самолеты летящие в израиль с украины заполнены не время беженцами следует отметить что украинцы не евреи без проблем переселяются соседние страны границ еще и с украиной да мы только что говорили что две трети пришли в польшу и это понятно это близкие культуры это близкие народы это соседние стран польшу принимают украинских беженцев и более того те кто те кому кажется польша не слишком богатой страной кто хочет ищет себе какие-то другие варианты они следуют дальше по европе но в то время как 10 тысяч украинских евреев вынуждены месяцами ожидать прибытия в израиль 10 тысяч украинцев не евреев были стремительно доставлены в израиль по воздуху в последние дни на самом деле уже больше чем 10 тысяч даже потому что сегодня я видел цифры которые говорят о том что порядка 20 тысяч беженцев украинских доставлены в израиль при том что израиль не граничит с украиной при том что ни канада не сша например не взяли себе ни одного беженца беженцы как бы попали соседние страны румыния венгрия польше и это понятно причем тут израиль и все это вместе приводит нас к реальным проблемам израиля к ирану палестинским арабам и к администрации байдена яростная самоотверженная защита зеленским своей страны и отказ украинского народа отступить перед российским вторжением вынудили администрацию байдена поддержать украину даже вопреки угрозе мировой войны мы это видели сейчас происходит на наших глазах потому что на самом деле ведь что происходит украинцы отстаивают ценности свободы независимости те самые которые сша должны лицетворять на мировой линии не украина должна была воевать за свою независимость сейчас из-за ценности свободы демократии сша должны были не довести до этой ситуации и я убежден что если бы был бы сейчас президентом трамп то и не дошло бы до этой войны просто не дошло бы трамп сумел бы найти слова и угрозу он убил бы водит он был бизнесменом он был хорошим переговорщиком и он умел договариваться и принял все плохиши не только путин сидели смирно на своих полках и не дергаться если бы израильский премьер премьер взял бы пример со своего украинского коллеги то он бесстрастно подверг бы нападкам аморальность капитуляции администрации байдена перед требованиями ирана на переговорах по умиротворению которые сейчас проходят в вене именно так поступал прежний премьер-министр израиля натаньял который не боялся в интересах израиля противостоять администрации обама молчание бена талапида ганса на фоне отказа байдена от морального и стратегического лидерства на ближнем востоке он по сути дела подрывает усилия сторонников израиля в конгрессе и международном сообществе республиканцы например вынуждены сейчас объясняться почему они в большей степени против капитуляции байдена перед ираном чем даже правительство израиля им так и говорят ребята вы то куда лезете поперёк батьки то что называется вам то чего вы в америке вы должны заниматься американским проблем почему вы так против этой самой сделки даже правительство израиля не выступает против нее мы помним как натаньял выступал и у любого республиканца который хотел противостоять обами был четкий козыр он говорил пример министр израиля кричит о том что нельзя подписывать эту сделку я понимаю его я его поддерживаю потому что израиль единственно демократическое государство на ближнем востоке а сейчас правительство израиля молчи и соответственно у республиканцев которые хотят защитить израиль на самом деле не только не столько израиль сколько защитить весь мир от иранского иранской экспансии от экспансии фанатиков сумасшедших у него нет этих аргументов а еще ведь есть новые арабские партнеры израиля саудовской аравии эмираты которые куда более откровенные чем израиль в своем несогласии с политикой байдена в отношении ран арабские лидеры персидском заливе с удивлением с недоверием смотрит на молчаливая и бездеятельно израильское правительство и стратегические последствия этого уже ощутимо потому что вместо того чтобы удвоить свое сотрудничество с русским так это было при натанияу когда у нас росли и экономические военные связи с этими двумя странами и с их сателлитами тоже сейчас саудовцы эмиратцы нацелились на москву и на пекин а куда деваться байден враг израиль не мучить не телится надо спасаться и вот они спасаются но без нас ситуация с палестинскими арабами тоже вызывает тревогу и ясно говорит о деструктивных последствиях решения беннета играть роль посредника между россией и украиной на прошлой неделе конгресс принял свободный законопроект о расходах который подписал байден все подписано закрыто и вот при поддержке и пока знаменитого и пока законопроекте прошел и раздел об израиле который значительно сократил приверженность сша еврейскому государству по сути дела полностью разорвал ту приверженность которая была раньше раздел об израиле стал исправленной версии закона который был первоначально принят двенадцатом году закон от двенадцатого года требовал чтобы сша помогали и поддерживали правительство израиля в его текущих переговорах с палестинскими арабами а в новом законе удалена часть о поддержке израиля понимаете нет больше поддержки израиль согласно новому закону сша обязаны урегулировать израильско-палестинский конфликт путем переговоров в результате чего два государства будет жить бок о бок условиях мира безопасности взаимного признания то есть другими словами соответствии с измененным законом сша америка обязуется поддерживать создание государства для палестинских арабов вне зависимости от того поддерживает это израиль или нет раньше америка говорила мы поддерживаем своего союзника израиль а теперь принят новый закон в котором говорится нет мы поддерживаем создание двух государств ну пусть они в мире живут а хочет этого израиль или нет нам плевать сенатор тед круз с июля прошлого года боролся за то чтобы заблокировать принятие этой поправки потому что он осознавал колоссальный ущерб который эта поправка наносит и америка на израильским отношениям и национальной безопасности израиля а вот посольство израиля с новым правительством правительством перемен как бы тут называли было совершенно не беспокоен источники в сенате рассказывают что пока круз боролся с принятием поправки израильских дипломатов исследований просто не было им было неинтересно то есть этот круз занимался проблемой безопасности израиля а израильских дипломатов как раньше помним мы хорошо ровно дреймера который дневал и ночевал в сенате его все знали в лицо потому что он ну не сказать что все это стало совсем познакомился всеми было отличных отношений он со всеми успевал договариваться и он лоббировал интересы своего государства именно то что должен был делать израильский посол а сейчас израильских дипломатов там просто нет ну зачем их назначили на красивую хорошую синякуру они сидят в америке они у них статус они могут на всякие коктейльные вечеринки приходить а заниматься дипломатии еще и в общем-то конфликтовать с администрацией зачем их не для этого туда послала новое правительство хуже всего в этом измененном законе то что он не был инициирован обычными антиизраильскими силами из так называемого отряда то есть не то что это акказия кортес там цели хан умар и рашид айтла и проползли по-партизански и закинули эту гранату против израиля нет и пак поддержал поправку как основные сенаторы республиканцы такие как высокопоставленный республиканец сенатском комитете по иностранным делам джеймс лишь и сенатор роб портман слову сказать евреи почему поддержали ну потому что они видят что израиль не против на них давят с этой стороны давят другой стены если израильтяне не против почему они должны заниматься безопасностью израиля больше чем это нужно самому израиле понимаете и последствия этого абсолютно ясны когда израиль предпочитает хранить молчание в то время как его интересы и положение откровенно подрываются он не только укрепляет своих врагов он просто теряет своих друзей после того как россия вторглась в украину многие украинцы сказали израильским журналистам говорили на месте событий мы видели эти кадры что их вдохновлял израиль который всегда был готов драться за свою независимость и свободу даже перед лицом всемирного безразличия и враждебности и и как бы многие живут до сих пор вот потом как бы в этой иллюзии израиль как пример того как нужно воевать за свою свободу независимость это не иллюзия а действительно было но сегодня вы все обстоит ровно наоборот нынешнему правительству израиля следовало бы учиться украинцы запад не станет бороться за демократию находящуюся под угрозой государства которые ждут от запада разрешения чтобы защитить себя просто не выжил и мы это видим очень четко сейчас на примере украины который одной ногой было уже в небытие только стойкость украинского народа и абсолютно четкое понимание зеленским того что он должен делать сейчас лишь те государства которые защищают себя сами увидят что на их стороне объединяются достаточные силы позволяющие выстоять и выжить когда они встали насмерть то общество западное а след за ними и элиты западные были вынуждены их поддерживать израиль под его нынешним руководством сегодня к этим странам готовым себя защищать похоже не относится и это пугает меня больше чем что-либо другое да к сожалению силы которые пришли к власти и в америке и в украине в смысле и в израиле до сих пор поддерживались и поддерживаются до сих пор скажем украинцами которые часть украине все украинцы безусловно также как они все евреи поддерживали скажем приход к власти новые силы в израиле но тем не менее вот искренне соберем скажем что касается украинцев они искренне сопереживают сочувствуют помогают колоссальную работу проводят здесь чтобы помочь родной своей украине и в то же время голосуют они за ту силу которая на самом деле благодаря которой над украиной нависла такая смертельная опасность это по наивности по непониманию но я надеюсь что сейчас информации уже достаточно много чтобы сделать для себя правильный выбор выбор выводы также как и евреи которые живут в америке которые искренне сочувствуют там скажем израилю и в то же время они так старались чтобы убрать из белого дома трампа который для израиля сделал как столько как как ни один президент никто никто так не сделал и тем не менее они они искренне сочувствуют израиле готовы помогать но в то же время во время выборов они поддерживают силы которые на самом деле позволяют нависнуть угрозы и над израилем и очень хочется верить что люди все-таки извлекут какие-то уроки для себя сейчас будут промежуточные выборы в двадцать четвертом году будет выборы президента я очень хочу верить что люди поймут что на самом-то деле то что происходит у нас в стране имеют последствия и для украины и для израиля и для всего мира в зависимости от того кто приходит к власти приходят к власти люди которые про американские главное что ну как бы если это сильная власть тогда и израилю легче и украине легче если эта власть коррумпированная какая у нас сегодня компромата на нынешнего президента хватает и в украине и в россии и в китае и где только на него компромата нет поэтому он и действует так поэтому он не может принимать конкретных принципиальных решений чтобы разрешить проблему так что друзья мои прислушайтесь к тому о чем говорят люди в нашем эфире и не отметайте сразу в сторону хорошо мы сейчас делаем перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся и у вас будет возможность позвонить либо задать вопрос либо высказать свое мнение телефон студии 847 400 5200 но уже после рекламы открытый диалог с александром непомнящим возвращаемся в программу александра непомнящего напомню телефон студии 847 400 5200 если есть что сказать задать вопрос можете позвонить но и давайте попробуем принять первый звонок добрый день пожалуйста добрый день добрый день александр спасибо за ваши передачи стараетесь объективно с двух сторон я думаю я думаю что этот вопрос не к александру скорее к александр украины спасибо я читал очень интересную информацию сейчас не могу вспомнить у кого из журналистов израильских которые рассказывали что несколько раз по крайней мере украинские дипломаты жаловались израильтянам что они вынуждены голосовать вот так против израиля под фантастическим давлением американцам то есть разумеется это было не при трампе это было при обаме но вот ответ прямой украинцы по большому счету подвергались давлению администрации обамы чтобы голосовать против израиля теперь вы скажете что это может их не оправдывает может быть но с другой стороны в конце концов действительно почему они должны были вписываться за израиль под когда речь вас как на них давили американцы и если мы задаем вопрос почему они так делали то давайте начнем с вопроса почему обама так стремился нанести ущерб израилю почему его преемник байден сегодня продолжают кстати сказать во время президентства обама байдена впервые американская делегация проголосовала за антиизраильскую резолюцию мало того инициаторе залив сейчас не помню кто отказался выносить на голосование ту резолюцию обама надавил там на третью страну которая вынесла на голосование эту резолюцию это вот я к тому вот обращаясь к нашим евреям которые поддерживают эту партию которые голосовали за обаму сейчас проголосовали за байдена вы видите как это отражается на израиле неужели это непонятно я понимаю что вас раздражал трамп своим неуклюжим там твитами или еще что то но каковы последствия ваших вашего выбора это ну хорошо не видне не видите вы сейчас твитов трампа но зато как какие угрозы нависли над украины и израилем и вообще над всем миром потому что вы проголосовали за этого бит выжившего из ума коррумпированного человека из эту партию сейчас будете продолжать голосовать украинцы проголосуют за майка квигли евреи проголосуют за эту госпожу чаковский и все все будет продолжаться но когда-то же уже должны поумнеть но я не знаю но когда тоже должны сделать правильные выводы для себя а тут бегаете по демонстрациям в поддержку украины в поддержку израиля голосуйте за людей которые являются по сути дела врагами и того государства и другого ну как же можно так такой когнитивный диссонанс знаете сергей продолжая вот именно то что вы говорите сейчас на западе очень многие в ужасе и как вот россияне не понимают что происходит им там говорят вы совершаете военные преступления они начинают что такое бубнить из российской пропаганды ну и что мы видим россияне находятся действительно в информационной блокаде они получают только информацию со своего государственного телевидения и радио но жители запада они же получают широкую широкий спектр информации они могут видеть ситуацию разные с разных сторон и они все равно продолжают глупо поступать фактически против своих интересов как россияне которые поддерживая путина фактически гробит свое будущее своей страны будущее своих детей поэтому и эти люди в америке которые по сути дела оказываются еще более недалекими и наивными чем россияне у которых нету выбора у западных людей есть выбор есть возможность разную информацию получить они продолжают поддерживать тех кто гробит давайте попробуем принять следующий звонок добрый день пригустите к радиоприемник радиоприемник приглушите а я добавлю вас например нью-йорк-таймс самая великая демократическая газета уже признала что лаптап байдена существовал и не русские его подкинули это раз второе наши избиратели демократического толка которые выбирали байдена даже не включили в голову что человек который прилюдно заявляет увольте прокурора за миллиард долларов может быть президентом этой великой страны когда вы пойдете в следующий раз на выборы включите мозги свои вся проблема в украине не только от этого злодея включите мозги потому что они разложили всю элитку украины точно точно обучением подкупами и кстати говорят вчера вышел репорт на факс-ньюс напоминаю всем проверьте вот арс заявил ведущий 9 часов вышел репорт что сначала 2014 года туда вылезал запомни посланы агенты которые готовили украинцев что правильно но тем самым они готовили другую и я не исключаю что они готовили вот такая проблема виноваты будут евреи это традиционно к сожалению да ну 847 4005 200 еще были попытки дозвониться к сожалению не получилось нет есть дозвонились похоже добрый день здравствуйте коротко уважаемый александр вы знаете вы сами говорили что украина ведет национально-освободительную войну такую как вылезраем сорок седьмом году и тогда израилю внезрена эмбарго все-таки поставили оружие слава богу мне кажется что это под давлением байдена так ли это или нет спасибо окей ну давайте разберем на израиль первые полгода войны за независимость которая была сорок восьмом году не только не получал оружие от западных стран было эмбарго которая по сути дела работала только на израиль то есть америка и европа не продавали израилю оружие но они продавали оружие арабским странам через которые это оружие попадала нашим врагам вот двум армиям арабским которые воевали с израилем и и конечно же попадала тем странам которые вы воевали с израилем тоже поэтому израиль отбился благодаря тому что например та же мафия американская поставляла нам оружие в обход эмбарго потому что партизаны бывшие из европы в том числе титу поставляли нам оружие из европы потому что сталин разрешил чехам продать нам несколько самолетов и какое-то количество стрелкового оружия поэтому израиль отбился вопреки западу и на самом деле израиль тогда вел себя именно так как ведет себя украина украина получает на самом деле оружие от запада тоже но да безусловно запад не готов вписаться сейчас за украину по полной программе например закрыть небо над украиной и на мой взгляд когда путин расчехлил ядерные ракеты пригрозив что если запад пытается закрыть небо над украиной то будет ядерная война я не я полагаю что это было согласовано с байденом чтобы байден мог как бы обратиться к обществу на западе стоит ну ребята извините вы очень очень любите украинцев я вижу но мы не начнем из-за них сейчас петь в мировую войну израиля здесь вообще в этой истории в этом уравнении нет израиль маленький и он далеко то есть приходить к израиль с претензиями почему израиль не продает украине какое-то оружие это даже смешно почему израиль вообще должна почему например аргентина продает украине оружие оружие должны были поставлять соседние страны и они споста остались поставляют что могут поставить например железный купол невозможно не только потому что израиль не готов просто потому что его поставки займут месяц и как минимум подготовка развертывание не говоря то уже о том что чтобы закрыть украину нужно количество установок больше чем есть в израиле вообще то что на продажу поэтому к израиле такие претензии на мой взгляд просто не давайте попробуем принять следующий звонок добрый день пожалуйста в эфире как вы сказали раньше что будет как-то реально противодействовать этой иранской бомбе или он как-то будет что-то в другом крутится выкручиваться ваше мнение я честно вам скажу что я не представляю себя в качестве премьер-министра израиля это слишком сложная слишком сложная должность и человек с интеллектуальными способностями лапида не способен то есть я мы живем сейчас в эпоху когда может случиться все что угодно мы в этом уже говорили последние три года происходят вещи которые раньше никогда не происходили я не знаю каким образом но я верю что лапид не станет премьер-министром израиля я очень надеюсь что так и будет потому что лапид во главе израиля это страшная опасность нашего государства чем он будет заниматься мне трудно себе представить но уж точно не защищать и спасать израиль добрый день пожалуйста в эфире спасибо что взяли мы звонок спасибо александра за ваши передачи война это конечно очень плохо но если другие вопросы которые хотел бы узнать что происходит в израиле например что происходит сейчас к видам и какая инфляция в израиле и это первый вопрос а второй вопрос если можно кратко расскажите что происходит на тимьяху с этим судом который будет и происходит и будет дальше и какие предпринимающие кино тимьяху непосредственно чтобы заключить какой-то мир или может быть что нибудь в эту информацию окей очень коротко потому что так понимаю что времени у нас осталось не так много по поводу корона вируса действительно волна последнего последний штамма вируса дельты или омикрон который был она спадает в израиле и по большому счету в общем ощущается уже достаточно слабо но за время этого правительства нового нашего в израиле умерла от коронавируса порядка четырех тысяч человек то есть очень много даже больше 4000 чек и это при том что уже были вакцины и было понятно как нужно бороться и омикрон был достаточно слабым вариантом штаммом вируса и это говорит лишь о том насколько непрофессионально и неумело нынешняя израильская но в данный момент ощущение такое что спадает волна если не придет какой-то новый штамм то в общем может быть действительно мы сможем как-то сказать до свидания коронавирус по поводу инфляции инфляция растет то есть 12 лет при натаньял инфляция была в районе нуля иногда даже отрицательная то есть становилось все лучше и лучше в израиле сейчас интелляция рванула вверх наше правительство конечно же объясняет мол типа все виноваты вокруг кроме него самого но мы прекрасно понимаем что натаньял вытаскивал экономику страны в очень тяжелых условиях кризиса в начале своей потенции и у этих ребят это не удается и в общем понятно почему потому что они неумелые люди и заняты они либо своими какими-то делами либо идеологии либо как некоторые из них коррумпированные министры распиливанием бюджета но не защита экономических интересов израиль по поводу натаньял судно натаньял продолжает разваливаться то есть буквально недавно на фоне войны но в украине как-то перестали на это обращать внимание говорить об этом но опять выступал выступали свидетели по делу натаньял и их свидетельские показания в том числе юридического советника кнеса то мне кажется или какого-то из министерств они по сути дела отменили сам суть одного из трех дел по поводу судят натаньял то есть в любой другой ситуации суде бы уже сказали все мы больше не можем выносить этот бред вы обвинили человека в каких-то вещах которые сейчас мы узнаем чтобы не было в принципе не могло быть так о чем дальше продолжать этот суд но поскольку речь идет о натаньял и задачу этого суда политические а не найти справедливость то он продолжается и как бы они заслушали свидетельские показания разрушившие полностью содержание так называемого дела 4000 и продолжили суд и кнесет ушел на каникулы сейчас и поэтому парламентская деятельность натаньял как головы оппозиции в общем-то сейчас никак не проявляется ничего не может сделать я насколько я понимаю насколько я знаю продолжаются попытки разрушить нынешнюю коллекцию то есть вытащить из нее буквально одного-двух людей чтобы эта коалиция рухнула и сейчас мы понимаем насколько это важно потому что нам нужно во что бы то ни стало обрушить эту коллекцию и создать может даже без выборов создать коалицию войны преддверии войны с ираном коллекцию который возглавит единственный вменяемый израильский политик на камеру но сейчас не похоже что это удается что будет дальше как будет развиваться динамика трудно сказать будем смотреть и наблюдать за тем как это будет лучше сергей значит но не таньяху все-таки делает какие-то заявления в соцсетях выступает какие-то делает заявление с момента что кнесет на каникулах что же касается к вида я боюсь что мы с ним не распрощались потому что у нас как вы знаете приближаются промежуточные выборы опять выскочил доктор фауст и сказал что надо быть гибкими с тем чтобы вновь иметь возможность вернуться к режиму так сказать ограничений всевозможных и так далее то есть такой первый первый камешек брошен ближе к выборам я не исключаю такой я не утверждаю но я не исключаю такой возможности что они опять проведут атаку с тем чтобы сфальсифицировать и эти выборы так что с к видом мы распрощались ненадолго боюсь хотя уже появились cdc признала что 40 процентов людей которые были в госпитале которых записали как больных к видам на самом деле поступили в госпиталь по другим причинам и у них обнаружили вирус хотя верить этим тестом тоже нельзя как выяснилось и тест это хреновые были но так сказать обнаружили вирус хотя симптомов никаких не было попал человек в больницу с перелом ноги у него обнаружили вирус симптомов не было но его записали как попавшего в госпиталь с к видом и в общем к сожалению времени больше не остается почему александр огромное спасибо как всегда информацию надеюсь которую вы доносите на наших слушателей может повлияет на их сознание на их знаниях того реального что происходит в израиле и в мире может быть или повлияет или поможет тем людям которые сомневаются принимая весь вау информации официальный мейнстримовской они слушают нас и понимают что не они не одни в своем скептическом восприятии официального мейнстрима несущего про байденовскую лисичку хорошо спасибо и до встречи в следующий раз мейнстрима мейнстрима мейнстрима